МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глоток свежего воздуха, утро, которое начинается в другом городе по приезду на вокзал или в отель. Это то, что заряжает людей на долгие месяцы. Россия, как великая огромная страна, богата местами, которые дают такую возможность. Центр путешествий «Розовая пантера» работает в Рязани на протяжении 8 лет. И представители компании делают большой акцент именно на российских курортах и достопримечательных местах. Наиболее популярными остаются курорты Краснодарского края. Сочи, Адлер, Эмеретинская низменность, где очень развита сейчас инфраструктура. Есть знаменитый Сочи парк, олимпийские объекты, трансформула-1. Очень часто семьи выбирают именно этот курорт по той простой причине, что он наиболее приемлемый по цене и качеству. К тому же рядом находится Абхазия, где уникально сочетаются Кавказские горы и Черноморское побережье. Природа и достопримечательности завораживают. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Возвращаясь на побережье Краснодарского края, стоит отметить, что курорт вышел на уровень заграничного отдыха. Есть очень много различных комплексов, которые работают также по системе питания «Все включено», в которых есть детская анимация, детские мини-клубы. То есть родители могут, например, ребенка отдать в детский мини-клуб на какое-то время, а сами в это время отдохнуть, либо сходить куда-то, загорать на пляже и посетить какие-то рестораны и так далее. За последнее время в районе Сочи появилось много новых комплексов. Но и проверенные годами, такие как знаменитый «Аквалор», расположенный в районе Большого Сочи, позиции не сдают. Это огромный комплекс. В принципе, за пределы ее комплекса можно на протяжении всего отдыха даже никуда не выходить, потому что есть и свой аквапарк, свои рестораны, система питания, все включено. Есть также анимация для детишек, что очень интересно. Большая территория, очень у отеля. То есть вообще комплекс очень такой популярный и доступный по цене и качеству. То есть он не очень дорогой, но такой в средней ценовой категории. Трехразовое питание или все включено вместе с едой и напитками – выбирать вам. Как и в «Аквало», многие гостиницы обладают собственными пляжами, шезлонгами, зонтиками. А все большие курорты Краснодарского края обеспечивают разнообразие для отдыха. Даже если вы проживаете в какой-то гостинице, и она не работает по системе питания завтраки либо по какой-то другой системе, проблем с питанием не будет. Потому что, как правило, рядышком всевозможных кафе от местных каких-то столовых недорогих, которые более дешевое питание предоставляют, да, но в принципе достаточно качественное, до каких-то ресторанов дорогих, более дорогих, очень много на каждом курорте. Есть отели, где у туристов есть собственные кухни, так что с питанием мы разобрались. И сейчас расскажем вам об экскурсиях, которыми богата наша страна. Можно посетить, например, в том же Сочи, например, Дендрариум, Океанариум, есть аквапарки. То есть возможностей, в принципе, очень много в Краснодарском крае. Сплавы по горным рекам, водопады, рыбалка неподалеку от форелевого хозяйства в горах, лечебные грязи в Мацесте и многое другое. Для разнообразия туриста зачастую совмещают отдых на пляже и в горах. Это очень удачно можно сделать в Сочи в летний период. Конечно же, на лыжах и на сноубордах вы летом не покатаетесь, но в то же время в горах очень интересная также экскурсионная программа, очень много красивых мест, которые можно посетить. Олимпийские объекты, трасса «Формула-1». Кстати, билеты на гонку и саму поездку также полностью организовывает центр путешествий «Розовая пантера». В 2016 году компания «Розовая пантера» нам организовала с супругой поездку на гран-при «Формула-1» в Сочи. Там посетили Олимпийский парк, пробыли там в районе пяти дней. Компания «Розовая пантера» нам также организовала трансфер от аэропорта до гостиницы и трансфер в Олимпийский парк и на Красную поляну. Михаил – постоянный клиент центра путешествий «Розовая пантера». Как и другие туристы, для себя он выбирает от этой компании не только российские курорты. Туристическая фирма имеет многолетний опыт работы и может организовать путешествия в любую точку мира. Например, в Грецию, на остров Крит, куда Михаил ездил в свадебное путешествие. «Там мне очень понравился банановый пляж, который находится на платах. То есть ровное дно, единственное, там бывает скользко местами, но а так там очень классно, супер». Пляжами покоряет и Таиланд, в который можно отправиться в любой период. Летом путевки даже дешевле. «Были на экскурсиях, были в бухте Майя Бэй, в которой снимали много фильмов, погружались с масками, смотрели морское дно». Именно в бухте Майя Бэй в Таиланде был снят известный фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Возвращаясь к красивым и интересным местам России, отметим, что за последние годы их количество пополнилось. Центр путешествий «Розовая пантера» предлагает в том числе автобусные туры по святым местам России. По достопримечательным местам, где жили знаменитые русские поэты, писатели. Но это еще не все. «Есть очень интересный исторический парк «Россия. Моя история». Находится в районе ВДНХ в Москве. В этом парке в интерактивном виде представлены все этапы развития нашей страны. Очень интересная экскурсия для детишек и их родителей. А также для групп школьников, что очень удобно, ведь не придется уезжать далеко от Рязани. В Москве есть замечательный комплекс «Москвариум». Огромный океанариум, который занимает большую площадь 12 тысяч квадратных метров. На его площади размещено свыше 80 огромных аквариумов с различными видами рыб. Данная экскурсия тоже будет очень интересна для семей с детишками и для школьных групп. Более того, ежегодно Центр путешествий «Розовая пантера» организует и другие приятные туры на разные мероприятия, цена на которые в этом агентстве ниже, чем на официальных сайтах организаторов. Мы организуем поездки на самые яркие музыкальные и театральные события, такие как «Песни года», музыкальные премии «РУ-ТВ» и «Муз-ТВ». В этом году планируем поездку на фестиваль «Шансоны» «Разгуляй». Из театральных премьер мы готовы предложить нашим туристам посетить самый красивый и пронзительный мюзикл «Привидение», премьера которого состоится в октябре этого года в Москве. С 2015 года Центр путешествий «Розовая пантера» является туроператором. Его сотрудники организовывают весь отдых, начиная от билетов на мероприятия или в гостиницу, до трансфера от вашего дома до аэропорта. Этим людям нравится работать с клиентами, и многие страны, и российские курорты они проверили на себе. Очень много мы узнаем о каких-то направлениях, о которых, может быть, раньше не знали. Также туроператоры некоторые организуют для нас рекламные туры, которые мы посещаем. То есть ездим также в разные страны, где мы раньше не были. Из первых уст вы можете здесь узнать о любом направлении, которое вас интересует. И будьте уверены, с момента заключения договора в путешествии вы всегда будете находиться на связи с представителями Центра путешествий «Розовая пантера» для помощи вам в любых вопросах. Центр путешествий «Розовая пантера» находится в центре Рязани, на улице Соборной, дом 17. Лекарство от гриппа давно изучено и применяется, как от простуды и массы других заболеваний. Но не все рязанцы знают, как лечиться от наркомании – смертельного, прогрессирующего, рецидивирующего и хронического заболевания. На самом деле, лекарство от этой беды также существует. Есть единственное верное решение, и оно описано в книге. Это сейчас Андрей Борисов является психологом, экспертом в области зависимости от психоактивных веществ. Работает в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, в Научном и национальном центре наркологии. Но 10 лет назад Андрей, живя в Рязани, сам искал спасение от страшной болезни – наркомании. В воле судьбы или влияние на меня значимых и старших в те, в конец 90-х людей, ну, это там были люди из УПГ, которые предложили мне, человеку, который к этому, ну, к наркотикам негативно относился, но попавший под влияние старших, так скажем, друзей, я не мог им просто отказать. И затем Андрей Борисов на протяжении долгих лет пытался найти пути решения проблемы. Попал в эту проблему, но, к счастью, через год, когда начал терять семью, близких, родных, учебу, друзей и так далее, любовь свою, я понял, что я все-таки, у меня проблемы. Я обратился за помощью к самому близкому человеку, естественно, к маме, тогда мне было 17 лет, искал методы, выходы, там, через кодировки, через колдунов, через монастыри, через различные методы. Я был готов на все такое избавиться, но почему-то никто нигде не мог мне помочь, при моем-то огромном желании. Теперь Андрей Борисов является автором книги «Выжил, чтобы рассказать». Он потратил год на то, чтобы ее написать, и выпустил в феврале 2016-го. Разошлось уже 2000 экземпляров. Книга является автобиографией его болезни. В ней описан весь путь, который пришлось пройти Андрею, чтобы сейчас обрести благополучие, семью, любимую работу, друзей и многое другое. Он нашел выход и теперь захотел рассказать о нем всем. Путем там уже взятие контактов в ФСКМ, в той структуре, которая еще работала, мы попали в Москву, меня отправили в революционный центр, попав в который я получил, реально понял, что я получил свободу от этого. Это было порядка 9 лет назад. И я получил такой заряд такой мощной энергии, освободившись от наркотиков, через вот эти все 8 лет страданий ему, что я посчитал своим долгом через это спасение донести все резания, что выход есть и где он. После прохождения реабилитации Андрей Борисов на протяжении 8 лет продолжает заниматься профилактикой наркомании и алкоголизма, общением с зависимыми и их родственниками. Сотни людей уже последовали его примеру и вышли на новый уровень жизни. Меня всегда умучило мысли, как всем помочь сразу, как всю Рязань спасти от наркотиков и алкоголя, как рассказать всем родителям и дать разом одним всю эту историю, все инструменты и методы выхода из этой беды. Теперь каждый человек без меня может поговорить со мной 4-5 часов. Ну, кто как читает, многие за 4-5 часов его прочитывают. В книге «Выжил, чтобы рассказать» изложены инструменты выхода из наркотической и алкогольной зависимости. Описаны все этапы лечения, начиная от промахов с кодировками до обретения свободы от наркотиков в реабилитационном центре. Программа которого разрабатывалась десятилетиями и является единственным выходом из проблемы. Книга полезна как для самих зависимых, так и для их родственников. И когда человек читает эту книгу сам зависимый, он понимает, е-мое, от меня ушла девушка, е-мое, и меня выгнали из учебы, и я стал болеть, и у меня зубы там вылетели, и я гепатитом заболел. И я остался один, и я такой же одинокий. И значит, ну и правда, и мне тоже нужна помощь. Для родителей и близких зависимых книга становится руководством к действию. Они начинают принимать правильные решения для получения хорошего результата. Например, когда мама хотела забрать из реабилитационного центра домой, парня, она помнит, что однажды этого героя мама забрала домой, он чуть не умер. И она понимает, что она же как эта мама будет сейчас. И поэтому так делать нельзя. Когда мама пытается закодировать своего ребенка тысячу первый раз, она понимает, что кодировали уже, это не работает, это неправильно. И у нее появляется сила так не делать. Кроме того, это произведение, написанное не научным, а популярным языком, помогает открыть глаза родственникам на проблему. Ведь как зависимые, так и созависимые люди часто находятся в отрицании. Выжил, чтобы рассказать, ломает эту стену. Каково понять, что твой сын употребляет наркотики? А если он еще спортсмен, например, или учится где-нибудь в МВД, или работает там, то есть каково это понять? Не может быть. Не может быть. Но когда я читаю эту книгу, хороший, деловой, а приходил такой вот разбитый, эмоционально нестабильный, раздраженный, нервный, не спал, начали пропадать деньги. А у меня же то же самое все. То же самое все. Ну, значит, правда. Ну, значит, давай схожу к специалисту. Андрей Борисов со своей командой всегда на связи с теми, кто нуждается в помощи. Его контакты можно найти на сайте. Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Заходите на сайт «Выжил Андрей Борисов», оставляете свою почту и получаете эту книгу в электронном виде в подарок. Мама Андрея слепо верила, что с сыном все в порядке. Но все же стоит обратить внимание на своего близкого, даже если о его нестандартном поведении начинают говорить соседи. Если проблема пришла, то ее надо срочно увидеть и продиагностировать. А моя мама лично, пока не увидела своим глазом, что я употребляю, она не верила. И больше она мне однажды открылась, говорит, я даже когда увидела, не поверила. То есть она видит, как я принимаю наркотик и не верит. Сильная любовь родителей не дает возможности поверить в происходящее. А значит, правильно себя повести для того, чтобы сподвигнуть сына или дочь на лечение в реабилитационном центре. Диагностировать болезнь и начать правильно себя вести – вот что может дать книга Андрея Борисова. Я не знаю, что делать, начинаю орать. А он от того, что я начинаю орать, начинает бежать еще больше колодца и лепить. Но если я знаю, что делать, я не начинаю орать. Я начинаю разговаривать, и мы находим решение. Я горжусь тем, что я, во-первых, рязанец. Я горжусь тем, что я первый написал эту книгу. Я горжусь тем, что мы с командой открыли первый качественный реабилитационный центр у нас в Солочи. Ребята, проходящие реабилитацию в центре Андрея Борисова под Рязанью, уже спустя 3-4 месяца говорят следующие слова. Здесь мне нравится. Мы постоянно занимаемся спортом. Выходим на улицу, нас отпускают на речку. Мы ходим в баню по выходным, смотрим кино. Раньше я не умел трезво развлекаться, как сейчас. Здесь я начинаю все это по-новому осознавать, ценить. У меня есть желание, есть какое-то рвение, да, и также, ну, доверие, доверие людям. А также люди, которые делятся своим опытом, рассказывают, ну, это вот впереди, да, какие они были, да, так же, вот. И как они, я их вижу сейчас, да, вижу Кенни, вот этот брест в глазах, желание жить, да, и вот все это как-то, ну, опять-таки, вдохновляет. Родственники зависимых, которые все еще продолжают сомневаться или верить, что их близкий сам сможет справиться с наркотиками, всегда могут посетить реабилитационный центр, чтобы увидеть, как происходит выздоровление, или побывать на группе для созависимых таких же родителей, чьи дети сейчас проходят реабилитацию или уже прошли ее. Никто, как сами родители, друг друга, ну, не могут почувствовать и понять. И как раз там-то и есть уровень доверия, да, какой-то красивый мальчик что-то рассказывает, там, тем более бывшие там какие-то, но когда они приходят в эту группу для, ну, для родственников зависимых, они видят, что все истории живые, настоящие. Если же зависимый человек наотрез не хочет ехать на лечение, команда Андрея Борисова в кубе с его книгой обучают родственников правильному поведению. Менталитет нашего, наших бабушек, особенно наших мам, матерей, что надо спасать срочно, что надо все за него сделать. Посадила себе на шею его, свесила его ножки, он деградирует, а сама в могилу идет вместе с ним. И вот как раз те родители, которые понимают, как себя вести правильно, они могут сделать так, чтобы он сам побудить его захотеть. Не заставить, а побудить. Книга «Выжил, чтобы рассказать» является подарком для современного мира. Отзывы она получает не только от известных докторов, но и актеров театра и кино. Как вот написал Андрей Мерзликин в рекомендации, что эта книга практически методический материал о такой важной и сложной теме, как зависимость. На мой взгляд, ее нужно изучать в школе или раздавать на родительских собраниях. Ведь невежество в вопросах зависимости от наркомании и алкоголизма в конечном итоге приводит к тысячам и тысячам безвратно загубленных жизней. Такой успех стал возможен благодаря искреннему отношению к своему делу и желанию по-настоящему спасать жизни людей. Дать отпор смерти, которая неудержимо преследует зависимых. «Когда я писал, я был как будто одержим кем-то, вот каким-то неким добром и творением, который писал моей рукой. И я как бы, я не писатель, я просто такое ощущение исполнял что-то. И тут в каждой строке жизнь, тут ни одной строчки нету просто так написанной». Написать о смерти может тот, кто был знаком с ней лично, и доказать, что успех и счастье после выздоровления – это непременный атрибут в прошлом зависимых людей. Однако им приходится, не покладая рук, трудиться и развиваться каждый день. Если и вы готовы к успеху, но пока находитесь на разбитой дороге, обращайтесь в Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Мы находимся в мебельном центре 4 комнаты. Это улица Высоковольтная, 48А. Давайте пройдем в мануфактуру уюта. Мануфактура уюта делает в своем роде уникальные вещи. Вот диван, который был собран на фабрике в качестве образца. Конструкторы и дизайнеры предложили разные варианты использования. Это диваны и кресла, но непростые. В каждом из них есть опции, которые удивляют и радуют. Вся мебель здесь модульная, то есть ее можно собрать по потребностям заказчика. Каждый элемент диванов работает самостоятельно. Размеры такого красавца могут быть от огромных до миниатюрных. Подушки реклайн, то есть они не мешают при раскладывании. Три положения диванов. Сидя, полулежа, лежа. Встроенная акустическая система работает от блютуса, флешки, провода. Охлаждающие подстаканники. Надежный, спрятанный в мебель сейф. Раскладной удобный столик. Бар. Многофункциональные подлокотники. И, конечно же, независимый пружинный блок. Фирменный матрас мануфактуры уюта с настоящим ортопедическим эффектом. В мануфактуре уюта каждому клиенту подходит по-настоящему индивидуально. Кто-то часто выбирает диван для кухни с компактным спальным местом. А кто-то для малышей с повышенным комфортом ортопедического матраса и многого другого. Вот многими любимый вариант полутора спального дивана. Минимум действий, максимум комфорта. И еще в продукции мануфактуры уюта много других интересных фишек. Это не просто мебель. Это организация жизненного пространства. Комфортная. Каждому здесь должно быть легко, свободно и радостно. Мануфактура уюта. Мебельный центр, 4 комнаты. Улица высоковольтная, 48А. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова